мне понравился джон кеха вот такое есть видео успокаивающее видео как избавиться от тревожности беспокойство и преодолеть стресса но это так вот этот человек созвучен с моими мыслями с моими рассуждениями и с тем как я живу и так давайте немножечко его послушаем мы живем в очень напряженное время к людям предъявляются огромные требования и мы сами требуем от себя очень многого вот знаете предъявляются конечно требования и мы требуем от себя многого важно чтобы мы с вами вот эти все требования у нас были они посильны чтобы эти требования мы начинали с малого и кончая большим то есть вот как раз сейчас завтра начнется там новый год завтра послезавтра мы можем установить для себя какую-то цель которую бы мы хотели достигнуть конечная цель в этом году и к ней сделать ряд промежуточных каких-то достижений чего мы должны достичь что мы должны там преодолеть себе для того чтобы в конце концов достичь концу года поставленной цели то есть первый этап на первом этапе мы должны сделать то-то то-то на втором этапе на третьем этапе через сколько мы это должны сделать и тогда глядишь у нас как-то все это будет по силам а если сразу что-то конечно хватануть такое это к но толку будет мало и действительно кроме разочарования и в себе в своих силах ничего не будет и при этом стоит ставить себе такие цели и жить так чтобы нам действительно было комфортно жить не тревожно ну послушаем наше общество культура формируют нас таким образом что успех определяется тем сколько у тебя денег 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 вы знаете опять таки вот такие интересные бывают высказывания у меня там как шварценерик говорил у меня там в том году было 43 миллиона долларов в этом году стало 47 счастливее я не стал счастье это несколько иное состояние его можно добиться достигнуть и удерживать без каких-то таких вот денег как 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 нам принято хочешь быть счастлив так будьте как хорошо ты выглядишь сколько у тебя подписчиков в социальных сетях у меня подписчиков что жесть жестяная но тем не менее мне кое-что нравится делать делать для себя и если это полезно вот я делаю для себя и вижу пользу которую мне приносит некие действия я уже предлагаю это и вам но ваше дело использовать это не использовать нам обществе есть немало аспектов которые вызывают стресс и тревогу все хотят быть популярными все хотят быть любимыми все хотят быть успешными некоторые доли беспокойства это неизбежность вот это все наносное что было перечислено хотят быть хотят быть хотят быть можно и без этого быть и знаете на начальном этапе жизни это правда вот мы хотим такими быть как нас оценивать другие люди для нас это как-то важно и для нас действительно внутренняя тревога возникает из-за того как нас оценивают допустим те же девушки юноши как-то там вот волнительно на тревожно на работе и прочее 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 но со временем вот лично я у меня было подобное я начал поступать так а как ты сам себя оценишь вот не кто-то тебя оценит а как ты сам себя оценишь что ты для сделал для того чтобы повысить свою самооценку вот это вот стало во главе угла у меня что ты сделал для того чтобы повысить свою самооценку и уже не считаться с оценкой окружающих ты себе уже поставил ее ты себе ее поддерживаешь а не прислушиваешься к мнению других вот надо так сделать надо так надо вот канал бы вот так сделать надо видосики так сделать надо заставку вот так делать знаете вот как я сегодня там читаю путин порезал шайгу думаю удаляют это видео но нашел посмотрел а там ни слова об этом я хочу что если название видео то то название соответствующее соответствует видео а не просто какая-то замануха которая знаете вот завлекает людей и самое плохо я считаю это когда людей используют как средство для своего обогащения не для того чтобы быть с ними друзьями делиться с ними знаниями делиться с ними своим опытом а используют вот для того чтобы на них заработать вот это самое плохое и я так не могу вот просто-напросто не могу так найти перешагнуть через себя и пошел я уже рассказывал о том что в десятом году я ушел с первого канала потому что передачу круто изменили можно было на все конечно наплевать да изменили изменили рассказывал про народную медицину а теперь рассказываешь там про клиники про таблетки и так далее платят хорошо вот так платят ну и все и сейчас и в москву ты переедешь и поселиться там на этом как там это самая богатая там у них это часть столицы там все это было возможно ну вот если у человека есть стержень который просто напросто не позволяет это уже стержень и понятие совесть примерно это одинаково он не позволяет тебе вот этого делать от понимания что вот эти все эти конечно богатство средства славы так далее это все конечно конечно ты можешь если сохранишь сам себя свои убеждения ты можешь достигнуть гораздо большего но но если тревожность выходит за рамки если утром вы просыпаетесь с чувством тревоги и она не покидает вас в течение дня если вы ложитесь спать с ощущением беспокойства это значит что стресс и тревожность уже перешли все границы и и вот если такое творится что стресс то есть напряжение тревожность порождает напряжение в организме вы не можете расслабиться и отдохнуть вы должны поискать эти причины в самом себе свое собственном сознании а что ж вас так тревожит и когда вы поймете что у вас так тревожит то есть причину вы уже от этой причине может можете отложить то есть сделать как бы сказать рабочий такой проект а что надо сделать для того чтобы избавиться от этой тревожности что у вас тревожит а что надо сделать чтобы устранить тревогу то есть использовать разум свой а не просто вот как то так вот знаете даже тут эмоциональная гимнастика не поможет вот вы встали вроде тревожные подделали подзарядились вроде бы эту тревогу стерли все нормально а внутри то внутри то за счет вашего живого мировоззрения порочного мировоззрения вот это все осталось внутри оно тлеет и не дают вам не расслабиться не почувствовать радость жизни требуется ваше вмешательство понимаете давайте разберемся что такое тревожность давайте по сути тревожность это когда вы не ждете от жизни ничего хорошего в этом и заключается тревожность это знаете как бы сказать следствие это следствие вашего мировоззрения вот тут я его дополню джон я вас дополню то есть человек не ждет от жизни ничего хорошего а почему не ждет от жизни ничего хорошего вот например от следующего года у растут такие вещи творятся а это все основан опять-таки на нашем мировоззрении что мы вот только думаем и мыслим какими-то там такими отрицательными категориями мыслями у нас направление знаете вот направление мысли направление нашего сознания заточена вот с тем что у нас там что-то там ничего не получалось там или жизнь постоянно там она хуже хуже там становится и мы перестаем что-либо там ждать и у нас это возникает вот так вот то есть это уже подавленное состояние если мы не ждем от от следующего момента жизни ничего хорошего это уже подавленное состояние я вам рассказывал про эмоциональной гимнасти как наше мышление зависимости от окраски его если мы ничего не ждем хорошего она уже подавляет жизнедеятельность наших клеток уже наш организм начинает значит это самое кадить не работать а кадить вырабатывать кучу там шлаков кучу всего и так далее на жизненный потенциал снижается зашла кукова возрастает и болезни и недомогание уже уже здесь но если мы с вами и знаете не просто ждать вот тупо ждать что будет хорошо но понял что вот если я сегодня сделаю хотя бы снег откидаю то завтра будет мне лучше подыматься а если этого не сделаю я могу на этой на дорожке растянуться и получить травму то есть важно понимать что надо сделать для того чтобы от жизни ожидать что-то хорошее и что это хорошее может быть ведь и наше эмоциональное состояние это все-таки вещь отлично от материального там достатка или еще там чего-то вот если мы это у нас это будет то есть радость можно вызывать и получать совершенно от разных вещей но для этого надо работать умом что-то наметить что-то делать что-то ожидать что-то сделать хотя бы смотреть как вы меняетесь вот я допустим грубо говоря там сделал сто там жима в лежа ага значит на следующий раз я подтолкнул свой организм для того чтобы там он уже там стал там сильнее ну это так такая простая вещь если еще что-то сделать значит я там грубо говоря подготовил почву там для своего материального благосостояния и так далее и тому подобное что-то делать для того чтобы жизнь была лучше а они 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 тревога в тревоге я пребываю именно поэтому вы испытываете тревогу вы думаете боже я никогда не смогу добиться финансового успеха боже я никогда не найду спутника жизни никогда не излечусь от этой болезни что мне делать с моей жизнью в чем мое предназначение все это означает что вы не доверяете жизни найти не доверяйте жизни это одно вот вот тут я считаю это несколько неправильно высказано доверяешь ты жизни не доверяю жизни вот я доверяю все равно знаете у меня на грубо говоря банковский счет как был там допустим нулевым у меня как не было там жены у меня там как не было машины у меня там как не было желе и так далее и тому подобное я не доверяю жизни а я доверяю жизни вот тут немножечко мы с джоном это самое поспорим а я доверяю жизни и вот она что-то мне преподнесет такого так вот для того чтобы жизнь оправдать доверие жизни надо что-то сделать надо что-то внутри себя поменять менять ведь мы вообще-то мы вот смотрите все что было перечислено там жену иметь там дом иметь счетами там быть известным это все не то это все на самом деле не то это шелуха я лично так считаю я выражаюсь как выражаясь важно насколько вы сами в течение этой жизни станете другим человеком насколько вы сможете расширить свои возможности показать что вас ценят вот допустим я смотрел фильм распутин не за то что у него что то есть это к примеру а за то что он сам является хоп кого там он исцелил то фрелин царицы которая попала в катастрофу и которые сказали там умрет царевича ну и ряд там других это так примеру может примерно совсем такой но тем не менее тем не менее крестьянин никому не известно не нужны за счет чего он стал известен за счет чего будет вот это все образовалось именно за счет того что он сам стал таким можем взять другой пример это джуна обладая некими качествами которые где-то на в себе развила которые у нее там были там присутствовали но опять-таки это же надо еще показать развить она стала и известной и знаменитой и самой богатой там в свое время в ссср она там была как раз там где-то перестройка это так примеру я могу говорю то есть чтобы можете в себе изменить а не то что там вот вот так вот и если это действительно с вами происходит а я не зря опять-таки вам говорю этот эмоциональный гимнастик окружите себя благими мыслями словами поступками людьми это все мы можем сами сделать и вокруг нас изменится обстановка жизнь с вами совершенно иной но это ж надо делать а не ждать что вот доверие что вот сейчас обстановка изменится и мы как попрем избавиться от тревожности надо признать что вам никогда не удастся во всем разобраться что я думал что мы обязаны во всем разобраться нет вам никогда не удастся во всем разобраться в вашей жизни всегда будет фактор неопределенности согласен фактор неопределенности будет он имеется как со всем мы живем под богом но тем не менее если мы что-то делаем то в конце концов что-то и получаем от этого от этой как бы сказать истины ну не никуда не деться а если мы ничего не делаем а вот это вот тревожности ждем когда же она там это самое пройдет ну ну будем там доверять 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 сидеть лапки там сложили ничего у нас будет а ничего у нас не будет в этом то все и дело в этом и есть жизнь в том что есть неопределенность в том что вы никогда не найдете ответы на все вопросы в том что да ответы на все вопросы и не нужны но на основные вещи опять-таки на ту же тревожности исследовав откуда она идет вы можете разобраться и и решить этот вопрос что для этого надо сделать вот вот такой вопрос есть проблема вы не паникуйте а просто-напросто задаете себе вопрос что надо сделать для того чтобы ее решить и выйти из этого состояния вот и все вы принимаете решение в жизни подобно тому как это делает художник художник движется наугад художник чтобы получить творческую свободу вы должны позволить себе делать ошибки разрешить ошибки это совершенно иное это совершенно иное да жизнь для того чтобы узнать мы с вами поступаем и так и сяк и так далее и благодаря тому что мы с вами поступаем по разному естественно мы совершаем я бы даже не сказал вот это вот что это ошибка это просто-напросто наработка опыта мы допустим знакомимся с девушкой или там девушка с юношей вот таким вот образом и понимаем что ага так нельзя знакомиться надо по-другому так знакомимся нет сяк знакомимся и в конце концов понимаем как надо познакомиться это такой простой пример то же самое насчет работы то же самое насчет там творчества да мы пробуем пробуем по всякому мы себя пробуем это опыт это не ошибки это вот заблуждение вот ошибки вот это грех и так далее грех это осознанное совершение чего-то недозволенного то что ты знаешь что это нельзя делать но ты это делаешь вот это грех и это можно и посчитать и ошибкой а если ты просто-напросто вот вложил деньги в какой-нибудь банк а банк прогорел это опыт это опыт это не ошибка вот это надо различать благодаря накопленному опыту мы растем ребеночек маленький он не имеет сознания у него только органы чувств и он за счет того что вот лазит ручками трогает язычком лежит глазками смотрит слушает падает встает он в конце концов начинает понимать окружающий мир как в нем надо ориентироваться для того чтобы не набить себе шишек это самое простое себе вступить на неизведанную территорию в жизни дело обстоит точно так же нужно освободиться от напряжения жизнь не обязательно должна быть идеальной начнем с того что она никогда не будет идеальной и вы не идеальны и никогда не будете идеальным и другие люди не идеальны ну это вам и так известно об этом вы и сами догадались нужно довериться жизни довериться по-настоящему и стоп мы не идеальны наше общество далеко от идеала вот благодаря тому что мы не идеальны и что мы пробуем и то и сё и пятое десятое мы накапливаем опыт благодаря которому мудрим и и стараемся поступать так чтоб мы стали лучше общество стало лучше в конце концов а не просто вот как бы сказать довериться и и ждать что общество станет само лучше там мы должны пробовать мы должны в разных направлениях себя искать что у нас там лучше получается что хуже получается и грубо говоря там реализовать себя так а а лучше всего вот цель то жизни жизнь это индивидуальное явление оно дается вам оно дается для того это мое мнение для того чтобы вы прожив какое-то количество лет там десятков лет стали для себя лучше вот каким вы были там грубо говоря 20 лет сознательно как вы относились к миру и допустим когда вам там 70 лет будет насколько вы изменитесь насколько вы будете смотреть по-другому на мир и чувствовать его справедливость по отношению к вам что он справедлив а не просто думаем вот вот несправедлив из-за этого я тут это зажался тревога у меня самое удивительное когда мы ждем от жизни самого лучшего почти всегда так и происходит ну как мы ждем от жизни для того чтобы ждать от жизни самого лучшего ожидание это хорошо но для этого надо что-то делать вот если бы я не писал бы книги то есть вот я как родители бы ходил на завод вот он на завод вот возможно мне бы дали квартирку в доме от завода там и я жил бы там со своей семьей там то есть вот как бы сказать вот как все там живут но мне не хочу сказать что мне захотелось чего-то большего а мне захотелось жить по-своему вот так вот мне захотелось изучить самого себя свой организм устройство его как можно с ним работать и все это вылилось в то что я написал к ней как некоторые говорят создал систему какого-то там очищения вообще-то не очищение это мое мнение я создал вернее адаптировал древние современные знания для создания собственной индивидуальной системы оздоровления организма это то что называют здоровым образом жизни это все я не ждал что вот что-то будет хорошее что-то еще там это но в результате вот вы видите я сижу в своем доме на третьем этаже это мой рабочий кабинет вот так вот получилось то есть для этого я поработал головой а теперь вот сижу перед вами вот в этом делать ну что-то надо делать джон ну не просто ждать что вы тут если вы усвоите фундаментальное убеждение у меня хорошая жизнь я хороший человек я доверяю самому себе я доверяю жизни и будете радоваться жизни это еще одно средство от беспокойства вот опять таки я хороший человек жизнь у меня хорошая и так далее и тому подобное но чтоб вот это все было чтоб все это было да вы доверяете жизни то есть вот в чем заключается доверие к жизни на мой взгляд оно заключается в том что вы делаете вот то дело которое считаете нужным вот если я сделаю такое дело более трех тысяч видосов сделал излагаю вот эту еще науку самоздоровления здорового образа жизни подчеркиваю там ошибки с кем-то там как бы сказать спорю подчеркиваю и это это когда ввиду того что общество стало совершенно иным эти знания не нужны но я его делаю так как я знаю понимаю и проверю на себе что это работает и что это в конце концов может пригодиться на данном этапе нету и как правило история показывает что что-то было создано уже но не затребовано а потом потом оказалось вот это же вот же оно же что же мы как-то не видели то есть что-то что-то делать что-то делать и дальше уже дальше уже вот то может быть и даже неожидание это все знаете вот лично со мной это произошло и я понимаю что он пытается сказать все это происходит естественно естественным образом потому что тревожность означает что вы не получаете удовольствие от жизни не радуетесь жизни ваш разум запутался и зациклился на проблемах откуда берется эта тревожность ее порождает ваш разум так вот порождает ваш разум вот с разумом и надо работать надо работать опять таки исследовать откуда эта тревожность идет что у вас тревожит что вам не дает радоваться вот эмоциональный гимнастика это чтобы вы радовались чтобы вы умели взаимодействовать с окружающим пространством с окружающими космическими силами в конце концов для своего благосостояния и развития но есть другой аспект другой аспект это действительно тревожность вы чем-то недовольны в своей жизни и это вас тревожит недовольство недовольство вот теперь вы смотрите опять мы выходим на те же причины недовольство своим материальным состоянием недовольство своим значит тем что у вас нету друзей недовольство тем что у вас нету там супруга или супруги недовольство тем что вы не можете как-то творчество творчески реализоваться вот смотрите я для того чтобы вот как бы сказать то что мне нравится мне нравится снимать мне нравится там подложить свою собственную музыку своего собственного сочинения хоть там составлено из каких-то там музыкальных фрагментов но это все-таки свое свою какую-то картинку вот я для этого создал вот все что надо ага надо сканировать я значит приобрел сканер надо работать со звуком звуковую карту колонки микрофон компьютер надо где-то хранить информацию пожалуйста вот они жесткие диски вот им принтер вот им фотоаппарат вот им в конце концов этот клавиатура музыкальная это Роланд то есть все в наших руках опять таки недовольство недовольство порождает напряжение я недоволен чем вы недовольны поговорите с собой честно и откровенно чем вы не недовольны вы недовольны своим собственным здоровьем пожалуйста есть знание изучите его отметите все ложное оставьте истинное и начинайте делать лично я так поступал я был там недоволен своим здоровьем вот так и так там меня там геморрой замотал там ангины там замотали там и прочее 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 и знаете даже я вот сейчас в некотором роде рад тому что я там не работаю на телевидении и у меня появилось время хотя и там можно было заниматься и отчасти я кое-чем и занимался посвятить его себе своему собственному развитию благороднейшее занятие работать над своим собственным совершенствованием для этого надо узнать пороки своего сознания причины недовольства и поработать над этим поработать устранить и радоваться повысить свою самооценку раскрыться действительно показать всем что вы не просто там какой-то знаете недовольный уголюный там старикашка вот у меня очень получается вот это смотрите вот я был таким а стал вот таким вот скажите да я же даже не всегда понимаю что меня беспокоит ну да вы не понимаете что вас беспокоит стоп стоп не понимаете что вас беспокоит а вот тут то надо и разобраться вот видите как вот не понимает и все то есть какой-то получается замкнутый круг я не понимаю что меня беспокоит а кто за вас будет понимать кто за вас разберется что вас делает таким вот беспокойным откуда растут с корни этого беспокойства видите как-то тут тоже вот изложено вроде бы вот вот этот уважаемый человек Джон Кеха а вот такие вот вещи очевидные вещи искать истоки беспокойства странно потому что вы тратите столько времени на беспокойство что даже не знаете что является источником тревоги возьмите за правило каждый день радовать себя это не значит что весь день должен пройти в удовольствиях это значит что нужно каждый день доставлять себе какую-то радость эмоциональная гимнастика вот смотрите это как бы сказать половинчатое знание доставлять себе радость вот я допустим куплю грубо говоря торт я посещу там допустим стрип клуб я там грубо говоря там на гоночках каких-то там погоняю я там еще что-нибудь винца выпью или еще ну то есть то что приносит нам радость вы знаете вот вот я проснулся с каким-то тревожными вещами грубо говоря сделал эмоциональный гимнастик потом вот это вот разные там вещи для того чтобы доставить себе радость это не цель доставить себе радость а цель заключается в том чтобы устранить истоки причины первопричины семена своей собственной тревоги вот что и тогда вы будете постоянно вставать в радости и знаете опять таки насколько повышается самооценка у человека когда он до всего доходит сам а тут не такие уж слишком какие-то ну такие тайные знания или сложные знания для того чтобы разобраться в себе нет самого себя образовать не стоит особого труда но этим надо заниматься то есть поковыряться в себе узнать а не просто радуюсь я тут радуюсь и все сейчас я потрачу там определенную сумму доставлю себе радость и все а потом тревога а где же теперь на новую радость ее там взять ну вот к примеру видите какая у нас интересная беседа с Джоном получилось что оказалось знаете вот вот эта часть знаний которой нужно быть от причины к тревожности их нету а есть от тревожности вот достал себе радость то есть я считаю это огромной ошибкой митя заправила каждый день видеть красоту и наслаждаться ей будь то природа общение или картину на стене вот это мысль очень важно но это не к тревожности относится а вообще для того чтобы вот это вот величие и великолепие мира прочувствовать чтобы вы чувствовали где вы живете на самом деле жизнь это удивительное явление полная будем говорить действительно сама по себе полная радость вы осознаете что вы живете не радуется там компьютеру там сканеру там книгами еще там чему-то там такому вкусненькому там блестящему и прочего радость вот этого всего бытия а да это должно быть это должно быть вот это еще помимо того что у вас нету причин к тревожности вы еще дополнительно дополнительно радуетесь вот этой жизни вот это уже совершенно иное состояние вашего сознания вот это уже где-то состояние близкое к счастью как его получить чтоб оно было не мимолетным а чтоб оно было постоянным замечайте красоту позвольте красоте расцвести внутри вас возьмите за правило каждый день уделять время созерцанию знаете созерцание это одно созерцание там под созерцанием мы разные вещи понимаем а вот то что я вам советую эмоциональный гимнастик это как раз вы вызываете вот эту вот радость от всего действительно от вида от звука от танца вообще вы настраиваете свой ум свое сознание на общение с вселенной вселенной создается в радости в радости все делается творится а не то что там знаете вот в каком-то сумрачном состоянии все делается в радости жизнь как шла так и идет несмотря на то что тут такая вот обстановка что тут требует еще чего-то еще чего-то еще чего-то а основа жизни она как была так и есть любовь и радость помните стихотворение любовь и радость воплощать заполнить им все миры где буду я где будешь ты ведь я и ты две миры этой красоты мало кто как-то такие вещи понимает кстати этот видос знаете сколько просмотров набрал он набрал семьсот сорок тысяч пятьсот шестнадцать просмотров вот вот мой сейчас видос будет он еще более ценный это я уже грубо говоря как специалист говорю и вы чувствуете разницу вот его и мою вот это вот дополнение я ей до этого там говорил ну решил еще вот как бы сказать вот на это вот волне до вас донести оно будет каким-то минимальным не знаю либо мой канал замалчивает запиливает зареживает либо либо народ не знаю сформировалось мнение обо мне знаете как как это как поэт Есенин что похабник я и скандалист вот такое мнение создалось и все а сейчас и народ думаю да чё там он там промочу там говорит и еще там еще там все там такое вообще да вы созерцаете свою внутреннюю красоту но и великолепные возможности которые подарила вам жизнь каждый день стоп красотов и возможностей которые вам подарила жизнь есть нам действительно подарил красоту и возможности Но эту красоту надо раскрыть. Раскрыть как в самом себе, так в окружающих. Даже в окружающих людях. Они, знаете, вот, как бы сказать, все мы, Божьи сознания, уже красивы. Просто вот это вот наносные черты характера, вот это вот поручное мировоззрение делает преступников из людей, из Божьих, насильников, воров, негодяев и прочее, 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 лгунов. Но основа-то у нас божественная. И вот если вы именно к ней обратитесь и дальше к тем возможностям, которые она вам предоставила, она, знаете, как инструменты выложила перед нами эти возможности. Ну вот, главное-главное, оказывается, это вообще-то родиться. И если у вас есть втям в голове, то вы воспользуетесь этими возможностями, расцветете по-любому. По-любому. И там с деньгами будете и прочее, 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 если там деньги так вас это самое интересует. Ну мы же ничего это не пользуем. Мы работаем тупо, там, зарабатываем пенсию, которую потом это самое, пенсионный фонд, тот куда-то распался, то исчез, то еще что-нибудь там такое. И живем, как какие-то автоматы, на работу с работы, там, а, сготовили поесть, там, что-то там такое. Вот Новый год, мы тут немножечко сейчас винегрета наедимся или салата оливье и все. Вот, вот мы ежедневно, ежесекундно, ежемгновенно профукиваем эти возможности. Вот благодаря тому, что я общаюсь с вами, общаюсь вот с такими вот людьми, я вот это могу, как бы сказать, не то, чтобы прочувствовать, оно в мне есть, я просто, как бы, донести до вас, что, что и как. Ну, примерно так. Радость и возможности. Их использовать надо. Понимаете? Не просто, а их надо использовать. И тогда вы будете, действительно, еще более наслаждаться, а не просто, у меня есть возможности. Вот у меня есть возможность, знаете, вот я, так говорю, вот, я могу сделать передачу «Целебная кулинария». Ух ты, 14.40. Я могу сделать передачу «Целебная кулинария». Никто не знает, что это там-то откуда. Я могу сделать, вот, вот, дайте мне следствия и так далее. А я ее сделал, я ее сделал и выложил. Правда, никакой отдачи нет, но тем не менее я показал всем там, и телевизионщикам, и людям, и просто, и главное себе, что я это могу сделать. Ничуть не хуже, а даже лучше, нежели там имеется. Смотрю там эти самые, про еду. То-то сделаем, то-се сделаем, то какой-то вкус, то-то какой-то батл, то еще что-нибудь такое. Ё-моё! Еда – это средство для построения нашего организма, а не для того, чтобы какие-то за вкус или еще. Вкус – это дело второстепенное. Вы шляете о том, что никто на свете не знает, как повернуться события. Мысли – реальные силы. И если вы любите себя, уважаете себя, и доверяете себе, работаете над собой каждый день, развлекаетесь, творите, радуетесь жизни. Дело в том, что жизнь – это путешествие, а не пункт назначения. Не беспокойтесь о конечной точке. Ну вот была как раз сказана вот эта вот фраза, так она мимолетом – работайте над собой. И когда вы работаете над собой, вот эти все ваши возможности, потенции и прочее, 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 они тогда расцветают, расцветают. Это удивительнейшее явление, которое возникает вокруг вас. Вот действительно, мы, как Божие создания, должны вот этот вот сад, землю, на котором мы здесь имеемся, возделывать своими благими мыслями, поступками, делами. И мы начинаем это делать. Естественно, тогда наша и самооценка, и радость от того, что вот эти все наши вещи воплощаются, она имеет совершенно иное значение. И мы уже понимаем, какое будущее, и ждет вот этот участок, на котором там я живу, вот эту жизнь дальнейшую, какая у меня есть, куда она там катит. А не то, что я не знаю, что-то там дальше будет, что ли еще. Да, всякое там бывает. Ну, можно же. Каждый ваш день будет наполнен жизнью. Сделайте это своей практикой. На самом деле, для беспокойства нет повода. Жизнь будет идти своим волшебным образом. Вас ждут взлеты и падения, здоровье, болезни. У вас будут успехи и неудачи, друзья и враги. Вы получите полный комплект. Отнеситесь к жизни, как к состязанию, как к игре. Отменитесь в жизни, не откладывайте, и получайте удовольствие. Вот что я бы вам посоветовал. Закончилась батарейка. Итак, отнеситесь к жизни, не как к игре, а как к величайшему дару, который вам свалился. Воспользуйтесь им по полной программе. Разобравшись, в первую очередь, с самим собой, и разобравшись с самим собой, вы тогда сделаете окружающую жизнь богатой, насыщенной, интересной. И каждый день, каждое мгновение, вплоть до вашего ухода, который тоже интересен, вы проживете осознанно, радостно и плодотворно.